Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну и в нашем городе продолжается фестиваль Ардокфест. Мы как раз таки знакомимся вот с картинами, которые были представлены. И что-то еще можно будет посмотреть, об этом мы тоже вот сейчас поговорим. В рамках фестиваля был показан фильм «Тревожные воспоминания». И вот автор, создатель этого фильма, режиссер Элина Ланге с нами сейчас в студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что ваша специализация была связана в основном с обороной, с Министерством обороны. Вот каким образом иногда кажется, что это в принципе какие-то такие совершенно разные области, вот интерес к созданию кино? Ну, если честно, это у меня уже была такая, как сказать, мечта после окончания школы. Я тогда еще не решила, хочу ли я стать оператором, кинооператором или режиссером. И это был далекий 98-й, по-моему, год. Я пошла поступать в Академию культуры нашей, и оказалось, что в тот год не принимают, потому что они не каждый год обучают этих операторов и режиссеров. И в то время было очень стыдно мне пойти домой и сказать маме, что, знаешь, мама, я не поступила. И поэтому я выбрала другую специальность, думала, потом перейду, но так это все и пошло, и жизнь чуть другая создалась. Но потом, когда появилась возможность учиться в магистрантуре, я решила, что надо осуществить свою мечту. Так что вот так. И я очень рада, что я сделала этот выбор. Но в данном случае фильм «Тревожные воспоминания» можно сказать, что перекликаются действительно эти темы, поскольку фильм посвящен последствиям военного конфликта. И, может быть, несколько слов о том, почему именно эта тема и эта тема Грузии вас затронула, и почему вы решили снять картину об этом? Ну, я считаю, что все режиссеры снимают фильмы о чем-то очень личном, что-то, что для них лично болезненно или тревожит их. Я тоже не исключение. То есть в 2008 году, когда происходила эта война, это тоже очень взволновало людей в Латвии. И люди просто добровольно собирали деньги, чтобы помочь именно беженцам войны. И я тогда поехала в Грузию, чтобы как-то реализовать эти деньги, что-то накупить им и так далее. И там я встретила вот маленькую девочку, ей было где-то только два месяца, маленькая Инна. Потом так совпала жизнь, что я вернулась в Грузию по работе, и потом я решила их найти, эту маленькую девочку, ее маму. Нашла, и так мы уже лет 10 дружим, общаемся. И мне просто, конечно, очень болезненно смотреть, как эти люди живут. При том, что как бы удивляет, что ихняя ситуация уже стала какой-то нормой. То есть вот этот поселок, про что фильм, он находится рядом с большой магистралью. Каждый день там проезжают тысячи машин, и все их прекрасно видят. Но они живут в каком-то своем изолированном мире. То есть всем понятно, что они, по крайней мере, в ближайшее время не вернутся. Многим уже и вернуться-то некуда. И вот так они там живут, и, ну, в принципе, в своем каком-то таком космосе они там. Вот. И такой вот последняя капля была, что мама девочки, ей пришлось уехать в Италию в тот момент нелегально, на черную работу какую-то. Потому что просто у них нету там заработка, да, у очень многих. Они оторваны от своих привычных, как бы, ну, чему они учились или что они делали, когда они жили в Цехинвальском районе. И сейчас они, как бы, ну, трудно им зарабатывать. Вот она приняла такое решение. Мне было, ну, просто ужасно жалко и девочку, и маму. Они не виделись уже два года сейчас. И вот я решила... А девочка с кем живет? Она живет с бабушкой. Да, бабушка о ней заботится. Ну, папа тоже у нее есть, но у папы уже есть новая семья. Так что они, конечно, контактируют, но поседневно это бабушка, которая заботится о девочке. Это такая история, получается, семьи, да, вот о том, как... Да, ну, то есть это такая микроистория одной семьи, через которую мы можем, как бы, познать вот более общие такие вопросы. И что, конечно, очень интересно, что у старшего поколения они этот поселок, ну, я бы сказала, в каком-то плане даже ненавидят, потому что это, ну, неприемлемо для них. Они, конечно, скучают по своему, ну, старому, настоящему дому, да. А для этих детей, которые родились или во время, или сразу после войны, это и есть их ненастоящий дом. У них нет другого дома. И они любят это место. Они там и шалят, и учатся, и надеются на что-то. И вот очень интересно в этом фильме, я думаю, вот видно, это разница в восприятии, да, этих детей и взрослых. Ну, этот поселок, он существовал до того, как туда переселили, или он был специально создан для поселенцев? Да, там было просто поле, и, в принципе, вот война случилась в августе, и потом в конце ноября был достроен поселок, и именно эта семья переселилась там в декабре. И все эти домики были, ну, маленькие, там, две маленькие комнатки, и все одинаковые. Сейчас уже прошло, ну, почти, ну, да, 13 лет прошло, да, и сейчас уже кое-кто там обустроил, там, сад, там, цветы, забор и так далее. Ну, кто по своим возможностям, да, некоторые домики так и остались, какие были. Но это находится на территории Грузии? Да, это очень близко к Тбилиси, минут 20 езды от Тбилиси, то есть, поэтому это и есть такой парадокс, что вот в Тбилиси жизнь продолжается, как бы, да, и вот эти люди очень близко живут, все проезжают мимо, их видят, и они как-то все-таки живут в своем каком-то мире между этими надеждами, воспоминаниями, да. И в то же самое время есть эти дети, у которых этих воспоминаний нет, и они, как бы, мечтают о будущем. Что Вы хотели сказать этим фильмам, вот какую задачу ставили, помочь этим людям, привлечь внимание к этой проблеме, побудить, может быть, грузинские власти как-то, ну, вот, решить эту проблему как-то? Ну да, у меня всегда есть какая-то моя социальная миссия, и, конечно, я была бы очень рада, если бы после просмотра этого фильма в Грузии люди поняли, что, в принципе, этим детям очень мало нужно, чтобы им помочь. Например, в фильме можно увидеть, как маленькая Инна учится играть на пианино, а у нее пианино нету, и у нее просто нарисованы вот эти клавиши на бумаге, и она вот так практикуется, сама подпевает и практикуется вот так, например, да. Потом ей пожертвовали пианино, и потом, позже в фильме уже видно, что у нее есть пианино, но он не настроен, он плохо играет, ну, и так далее. То есть, я правда надеюсь, что этот фильм побудит и власти, и самих людей тоже как-то больше помочь этим людям и обратить на них внимание. Ну, а в Грузии уже видели этот фильм, или он пока только на международных фестивалях? Пока только, то есть, был первый показ на Арт-Дог-фест. Это премьера, да? Да, это была… Поздравляем. Да, большое спасибо, это была действительно премьера, и потом, как я знаю от продюсеров, Мистерс Медиа, он будет в IDFA в Нидерландах, и поэтому мы решили в этом году в Грузии еще не показывать, при том, хорошо, что так, потому что там, может, вы знаете, очень плохая ситуация с пандемией Грузии уже на первом месте в мире по числу умерших и так далее. То есть, эти фестивали такие, они состоялись, но только онлайн, а мы за живое кино, так что, но я надеюсь, что в следующем году мы сможем Грузии тоже показать. А каким образом создавался этот фильм? Как вы искали финансирование? Кто вот помогал денежно? Это был латвийский проект совместно с Грузией? Да, ну, первая поездка, которая была в мае, это финансировала я сама, то есть, купили билеты мне, оператору и поехали. Ну, потом, когда уже подключились продюсеры, мистер Усмеде, нам дали финансирование от Culture Capital Funds, то есть, это латвийское финансирование, но его, конечно, было недостаточно, то есть, мы сделали бы больше, если было бы побольше денег. Но я все равно очень благодарна, потому что это был дебют, притом меня в сфере кино вообще не знают, и это все-таки было такое доверие, да, так что я очень благодарна, конечно, что вообще профинансировали. Как создаётся документальное кино? Потому что, понятно, в художественном есть сценарии, которые вот чётко придерживаются, и актёры исполняют всё, что написано в сценарии. В документальном кино режиссёр не знает, что скажет, ну, или, может быть, я ошибаюсь. Ну, вы знаете, идея вот документального кино, тем более, если ты снимаешь людей, ты должен, конечно, приблизиться максимально к этим людям, да, нам, для нас эта работа отпала, потому что эта семья меня знает уже 10 лет, они полностью доверяют, и, ну, мы могли просто приехать и снимать. Но когда вы вот живёте с этими людьми, разговариваете каждый день и не обязательно снимаете, вы тогда уже можете более-менее прогнозировать, что они будут делать, как они будут реагировать, какие там темы появляются. То есть, ну, теоретически можно, конечно, и нужно тоже какой-то сценарий более-менее создавать. Но, например, есть такие режиссёры, вот есть Нейна Гогу, а у неё есть прекрасный фильм, который называется «Вещи». И она создала этот фильм про вещи, которые люди, убегая от войны, просто взяли с собой. Некоторые даже не могут объяснить, почему, да, вот там шахматная доска или там какая-то шляпа или что-то такое. И она мне рассказывала, что она работала по очень чёткому сценарию, у неё не было почти ни одного лишнего кадра. Я работала по-другому, у нас было уйма материала, и потом мы месяцами сидели. Да, и решали, что вставить, что нет. И вот тут появляется вот этот вопрос, да, вот насчёт этих памяти, да, конструирования памяти. Я как режиссёр, я же тоже принимаю решение, что вам показать, а что не показать. И, ну, как бы я тоже участвую в этом процессе, да, создаю какую-то память о этой семье и об этом событии, скажем так. То есть, что-то намеренно всё-таки скрыли. Ну, обязательно, да. Закадровый голос, вот кто-то из документалистов категорически не приемлет, он считает, что это должен быть голос героев обязательно, только кому-то наоборот нужно пояснить. Вот вы использовали, не использовали? Ну, эти подходы, конечно, очень разные, но я считаю, что если голос документалиста используется, ну, это очень тонкое дело, потому что там очень быстро ты можешь стать таким, который как-то учит других, да, о чём думать и как жить, да. Иногда какой-то комментарий необходим, ну, например, вот вы, может, видели фильм Виталия Манского про Горбачёва, да, и там тоже он, ну, активный участник фильма, да, но он задаёт вопросы, он комментарии особо не даёт. Ну, мы такое не делали, нет. Конечно, там в фильме включены части каких-то интервью, где мы задавали вопросы, но мы создавали более такое впечатление, что герой разговаривает, то есть вопросы там вырезаны, в принципе. А сколько в документальном кино хочется экспериментировать? Ну, условно, один фильм ты снимаешь так, а потом у тебя появляется идея какого-то другого подхода, ну, тот же самый, больше закадрового текста, и там другой раз, да, а попробую я больше закадровый, а попробую я больше в форме интервью. Такие эксперименты, насколько они допустимы и как они реализуются? Ну, конечно, у каждого режиссёра есть свой, как это, почерк, да, то есть обычно нету таких вот очень радикальных изменений в том стиле, как режиссёры снимают фильм. Ну, например, я думаю, что очень интересно, когда режиссёры пытаются внедрить что-то из недокументальных подходов, да, то есть может какие-то метафорические инсценировки или что-то такое. Мне кажется, что очень интересные эксперименты получаются, когда вот этот чисто такой наблюдательный документальный жанр свивается вот с таким более игровым, скажем так, жанром, да. Ну, я думаю, что там, ну, дискуссии очень обширные, что допустимо, что недопустимо, но, как я пыталась сказать уже, мне кажется, что мы как режиссёры, даже если это чисто наблюдательное кино, мы всё равно манипулируем, мы всё равно решаем, что показать, что вырезать, потому что фильм не может длиться в реальное время, понимаете. И поэтому, я думаю, такие элементы игрового кино внедрить в документальное – это очень здорово, по-моему. Ну, вот различие всё-таки между тем, что делает документальный фильм документальным фильмом, а не телевизионным репортажем, потому что кажется, что ведь один и тот же подход, как телевизионный просто журналист приходит, берёт интервью и снимает, вот что делает это искусством и, ну, вот просто ремеслом, когда журналист делает какой-то сюжет? Ну, я думаю, что основная задача журналиста – это передать информацию, да, то есть у нас тоже даже не совсем такой репортаж сейчас, да, у нас более такой разговор, скажем так. То есть, да, основное – это передать информацию, а может в плане документального кино, я думаю, это больше передать ощущения и вызвать какие-то вот размышления, скажем так. Потому что в документальном кино очень часто или вообще ничего не сказано, ну, в плане вербального, да, то есть или вообще не разговаривают, или говорят, но не договаривают, да, и мне кажется, что, ну, в этом, может, основное такое различие. – Насколько, вот по вашему мнению, роль документального кино вот в наши дни большая или наоборот уменьшается, потому что я вспоминаю, что в нашей стране традиции, вот фильмы Герца Франка, которые показывались, это были, ну, какие-то всегда высказывания, можно вспомнить Юрия Саподнякса, фильмы которого становились предметом, ну, просто дискуссии, обсуждений, и они что-то меняли в обществе. Вот сейчас с таким же влиянием пользуется документальное кино, как вот… Ну, знаете, мне чуть трудно так сравнивать, потому что это были все-таки абсолютно другие времена, когда эти люди работали, и я думаю, что если мы говорим о документалистах, которые работали, например, в советское время, да, тогда, ну, конечно, мы не можем там говорить о свободе слова или там свободе какого-то креативного осуществления, да, своих идей. И я думаю, что этим людям было работать гораздо сложнее, и, может, эти темы тоже были более, в каком-то плане, такие более болезненные и, скажем так, возвышенные, скажем так, да. А что касается нынешних дней, конечно, у нас есть прекрасные документалисты, но путь документалиста нечасто выбирают, потому что, как вы говорили, игровой фильм в каком-то плане это легче. Конечно, это огромная работа, но раз ты снял, ты потом уже монтируешь, и уже все окей. А документалист, он мучается с первого часа до последнего. Это гораздо, скажем так, процесс длиннее и сложнее, и не все это хотят выбирать. Это должен быть такой призыв, скажем так. Но востребованы вообще фильмы, документальные фильмы на кинорынке, то есть… Ну, они менее востребованы, конечно, менее, это такая специфическая более аудитория, но я думаю, что это тоже вопрос, скажем так, образования, да, что мы должны приучать и своих детей, и вообще публику смотреть эти документальные фильмы, и мне кажется, это очень хорошо работает именно в этом формате, где есть фильм, и потом разговор с режиссером, чтобы обсудить вот эти вопросы, которые в фильме проявляются. И как раз я понимаю, что 14-го числа будет возможность посмотреть и обсудить с вами эту картину, да? Да, это будет в кино Бризе, билеты уже можно купить, так что буду вас всех очень ждать. Фильм «Тревожные воспоминания», и вот автор этого фильма, Элина Ланге, сегодня с нами была в студии. Спасибо вам огромное, Элина. Большое спасибо, было очень приятно, спасибо. Ну, а я напомню, что эфир «Радиоболтком» продолжается, утро на «Болткоме» завершается, вот мы говорим с Александром, вам спасибо тоже всем слушателям, но дальше будет такой блок из двух программ «Подоплёки» и «Отчевидца». В первом, вот после 10 часов поговорим о профессии учителя, дело в том, что вот учитель Наталья Скворцова, почему она ушла из профессии, вот боль латвийской школы, а в 11 часов Сигутская саннобобслейная трасса, уникальный объект на карте Латвии, об этом расскажет руководитель проекта, архитектор Виктор Римша. Ну и, конечно, напоминаю о необходимости, при этой необходимости постоянно следить за публикациями на новостном портале Микс Ньюс ЛВМ. Хорошего дня!